МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Барнаулом заинтересовался крупный гостиничный игрок. Губернатор края встретился с представителем международной группы компании «Рэдисон». 12-летняя девочка носила в груди огромную опухоль. Сейчас я себя чувствую хорошо, как обычный человек. Врачи провели эндоскопическую операцию. Начало сезона. Клуб «Динамо Алтай» на ближайший год ставит большие планы. В ближайшие годы в центре Барнаула возможно появится отель высочайшего уровня. Один из мировых гостиничных гигантов. Группа компании «Рэдисон» заявила о намерениях построить отель в центре Барнаула. С представителями бизнеса в Москве встретился губернатор Виктор Томенко. Там и было озвучено одно из возможных мест застройки – площадь Сахарова. 1400 плюс один. Знаменитая на весь мир гостиничная сеть «Рэдисон» может пополниться еще одним отелем. На этот раз в Барнауле. Власти уверены, гостиница международного уровня поднимет статус Барнаула в глазах иностранцев на новую высоту. В официальных источниках даже назвали место застройки пересечения Социалистического проспекта и улицы Молодежной. И это уже вызвало общественный резонанс. Указанное место занято сквером и парком. Впрочем, главный архитектор края Виктор Читошников в разговоре с нами заявил, что речь, скорее всего, идет о другом месте. Читошников также отметил, что еще весной представители Рэдисона претендовали именно на место сквера. Но тогда им в планах отказали. По его мнению, под застройку могут отдать другое место, так называемые баки, что подтверждает и кадастровая карта. Мы решили спросить у барнаульцев, что они думают, если на площади появится многоэтажный отель. Я бы сохранил этот сквер и привел в порядок саму гору и парк. Для гостиницы можно подыскать более что-то подходящее. Я думаю, что гостиницу здесь ставить не нужно, потому что это же все-таки центр. И ты должен приходить в центр, посмотреть хоть какие-то виды, вон фонтаны, а ты приходишь и смотришь на гостиницу. Я вообще очень уважаю Бурнолу за то, что тут нет точечной постройки. И считаю, что здесь она тоже будет неуместна. Тем более на таком месте историческом, можно сказать. Какой именно будет новая гостиница, мы пока еще наверняка не знаем, потому что итоговый проект широкой публике еще не представили. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что высотой она будет, по крайней мере, в несколько этажей. Кстати, это не единственная высотка, которая, возможно, в ближайшее время появится здесь на Сахарова. Руководство Алтайского госуниверситета уже не первый год говорит о том, что крайне необходимо для учебного заведения построить еще один корпус на пересечении Социалистического и Димитрова. Застройщик компании «Премиум строй Алтай» от комментариев пока воздерживается. Между тем, главный архитектор края подтвердил, что ранее в переговорах Рэдисон настаивал на том, чтобы разместиться именно в этой части города. Других мест, не занятых постройками или скверами, в центре Барнаула уже попросту не осталось. Фильяк Четков, Илья Халяпин. День с толком. Алтайский край в последние дни – территория повышенного внимания. Регион посетили депутаты Госдумы и представители Совета Федерации. Они проверяли реализацию нацпроектов. Какую оценку в итоге поставили, расскажет Ирина Корчагина. Всего несколько часов на оценку семи нацпроектов. Здравоохранение, образование, городская среда, безопасные дороги. Например, депутаты посетили единый кластер «Детский сад-школа». Он уже очень востребован. Вот только браться за такие объекты барнаульским застройщикам невыгодно. В расчет стоимости строительства берется не региональный, а федеральный коэффициент. Он средний по краю, что для детского сада в отдаленном районе, что в Барнауле. Установленные суммы почти на треть меньше себестоимости. Мы как никто заинтересованы в том, чтобы не завышенные, но эти расценки соответствовали просто сегодняшнему дню. Потому что многие материалы, они за последние 2-3 года гораздо дороже стали. Мы даже не говорим о заработных платах сотрудников, но элементарно сама себестоимость материалов уже просто не соответствует тому, что сегодня мы имеем, что утверждается под законными актами. Особое внимание ревизоры уделили нацпроекту «Жилье и городская среда». Депутат Госдумы Павел Федяев оценил детские спортивные площадки во дворах, а также обновленную аллею Исакова. По словам Федяева, аллея стала достойным местом для отдыха. Когда ты видишь, как у жителей горят глаза, что у них меняется вообще среда обитания в лучшую сторону, среда их жизни становится комфортной, ну, наверное, мы для этого и работаем. А вот алтайский опыт решения проблем в медицине. По мнению экспертов, можно тиражировать на другие регионы страны. Сегодня в Павловском районе мы увидели хороший пример взаимодействия краевых властей и властей муниципального района в преодолении кадрового дефицита. Это когда краевые власти направляют средства на ремонт центральной районной больницы по главам муниципального района, в свою очередь, помогает с решением социальных вопросов, привлекаемых на работу медицинских работников. Прежде всего, это служебное жилье и подтягивает внебюджетные источники финансирования. По словам депутатов Госдумы, в регионе пока нет грубых нарушений, как и глобальных проблем в реализации нацпроектов. На итоговом совещании Алтай получил хорошую оценку. Напомним, что на финансирование нацпроекта в 2019 году региону выделили 17 миллиардов рублей. Ирина Корчегина, Илья Халяпин. День с толком. Еще одно крупное и важное вложение – Титов-Арена. От прежнего дворца спорта остался фактически бетон и металл, все остальное поменяли. Это мы называем капремонтом. На самом деле была глубокая реконструкция комплекса, потому что поменялась вся инженерная часть хладоснабжения, водоснабжения, теплового, обеспечения контура зданий, канализации, санузлов. Работы на стадионе Титов-Арены идут быстро, а видео, что на ваших экранах, было снято меньше месяца, уже устарело. По словам Михаила Дроздова, сейчас остается фактически навести лоск. Уже завтра специалисты начнут тестировать мультимедийный куб. Съемка и повторы будут на уровне КХЛ. А вот что касается уровня игры «Динамо Алтай», то руководство заверило, что цель предстоящего сезона – это минимум попасть в тройку в первенстве высшей хоккейной лиги. Кстати, первая игра уже в четверг, 26 сентября. Мы же продолжим. Барнаульские хирурги провели сложную операцию по удалению огромной опухоли. Образование стесняло сердце, зажимало легкие сосуды и заполнило почти всю грудную клетку юной пациентки. Полина Жданова знает подробности. Огромную и, как оказалось, врожденную опухоль обнаружили у Даши в 12 лет. Мама девочки Инна Ромашкина долгое время сбивала на первый взгляд беспричинную температуру дочери. Но такого исхода событий не ожидала. Дважды было у нас воспаление легких, просто без симптома, без простуды, повышенная температура, которая уже просто антибиотиками не сбивалась. Обследование в родном Рубцовске показало большое доброкачественное образование. Опухоль Даши потеснила сердце, зажала легкие и сосуды. Это сложное для хирургов и опасное расположение. Врачам пришлось удалять кисту через небольшой разрез под грудной клеткой. Все органы остались невредимы. Выполняются проколы. Через проколы заводится инструмент, то есть тубусы для проведения инструментов. Они 5-миллиметрового диаметра. Самое главное убрать именно внутреннюю стенку, которая и дает, собственно, продуцирует жидкость. Чтобы она не росла дальше. Чтобы она не росла дальше. Уникальность случая в размерах образования. Опухоль разрослась практически на всю грудную клетку девочки. Такую гигантскую кисту алтайские хирурги удаляли впервые. Сейчас я себя чувствую хорошо, как обычный человек. Спасибо всем хирургам, врачам, которые помогли мне, избавили меня от этой штуки, которая мне все это время мешала. Подобная операция проводится детскими хирургами Алтайского края всего в третий раз. Эндоскопический метод удаления опухолей, в принципе, используется довольно редко. Требует спецлицензии. Но именно благодаря этому способу реабилитация проходит легче. А для маленькой Даши это значит еще и то, что шрамов практически не будет. И память об опасной операции останется только в детстве. Полина Жданова, Николай Шилко. День с толком. К другим темам. В Новоалтайске перевели в порядок парк Пионерский. Он не видел ремонта почти 40 лет, а ведь еще недавно там не было элементарного. За асфальтированных дорожек и освещение. Чем только в этом парке не занимались и уж точно не спортом, вспоминают жители Новоалтайска. Еще недавно у парка Пионерский была дурная слава. Сегодня у него второй день рождения. Первый глобальный ремонт спустя 38 лет. Здесь раньше никогда такого не было. Здесь бурьян был, собирались одни лукаши. Здесь так тропинка одна была на выход, так пробежишь по-быстрому в темноте. А сейчас так я проходила, так освещение, все как-то вообще красиво, красиво очень. Пешеходные дорожки, детская и спортивная площадки, роледром, скамейки, архитектурные формы и более ста новых деревьев. Все это появилось здесь за полтора месяца. На ремонт парка потратили 24 миллиона рублей из бюджетов разных уровней. Теперь в Пионерском почти круглосуточно гуляют пионеры 21 века. Многие подростки вообще приезжают из других районов города. Мы вот сюда приезжаем, если только покататься на самокатах. Нам очень нравится. Мне понравилось, что тут можно качаться, тут парад идет. Мне нравится все тут. А тебе? Батут. У нас стоит коробка. Летом мы будем там организовывать, чтобы дети катались на роликах. А зимой, конечно, будем заливать. Может быть, организуем прокат коньков. Всегда надо придумывать какие-то интересные вещи. То, что детей отвлечет от каких-то вот не тех дел, которые надо делать. Кстати, жители Новоалтайска сами обратились к властям с просьбой наконец-то привести в порядок многострадальный парк. Тем более, в последние годы район, в котором расположен парк, активно застраивается многоэтажками. Это значит, что в скором времени гуляющий в Пионерском станет на несколько тысяч больше. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Впервые на Алтае прошел этап Кубка России по стендовой стрельбе. Стрелять по тарелочкам в поселок Комсомольский Павловского района приехали одни из лучших стрелков России. Кстати, призовой фонд Кубка – полтора миллиона рублей. Больше 130 человек с дружиями. Это почти рота профессиональных стрелков. Со всей России они съехались в поселок Комсомольский Павловского района. Здесь алтайские любители стендовой стрельбы подготовили площадку для этапа Кубка России по так называемому компакт-спортингу. Этот вид спорта, он как раз для охотников подходит, ну, исключительно, полностью подходит. Потому что ненормированные полеты, ненормированные углы вылета из-за спины налетающие, ну, где-то в небе, там, боковые и все остальное. Полет тарелочки как раз имитирует движение дичи во время охоты. Поэтому спортинг многих стрелков выводит из леса в профессиональный спорт. В Алтайском крае этап Кубка России проводят впервые. И тоже не просто так. Когда формируется календарь, специально сюда отдали вот этот этап Кубка России, чтобы поднять этот регион. Много топовых стрелков приехало тоже, потому что, ну, сейчас уже в России очень много стендов, которые проводят соревнования. И всегда, всегда очень интересно ехать на то стрельбище, которое впервые проводит такой турнир. Этот спорт уникален тем, что здесь годы не имеют значения. Только на этом этапе собрались участники возрастом от 13 до 65 лет. Вы уже лучше родителей стреляете, да? Да. Нет, серьезно, есть такое? Да. И как родители, как это, обижаются, нет? Да нет, они наоборот радуются за нас. Да. Ну, у меня 11 кубков. Кстати, призовой фонд Кубка полтора миллиона рублей. Не подбитая утка, конечно, но тоже ничего. Андрей Дреер, Илья Халяпин. День с толком. Далее о погоде. Спонсор прогноза компании «Эвалар». У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях, Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбуке. Смотрите и подписывайтесь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok